Это любовь. Слушаю. Мне нужна ваша помощь. Нужен ваш совет. Ну, так что ж, давай. Я у мужа выбросила игральные карты. Попросила у него прощения. Говорит, я так не должна была делать. А он у меня забрал Библию и тетради. Тетради, где я переписывала толкование отцов. Я сказал, как купишь карты, я тебе, будем считать, что вопрос решен. И вот уже сегодня четверг, он не разговаривает, игнорирует меня. Вчера еще одну тетрадь у меня там со стола взял. Я переживаю за книги, я на работе весь день. Вот это его злобное состояние. Я не знаю, что мне делать. А в Евангелии что говорит? Если ты выходишь с десятью тысячами против двадцати, проси мира, пока еще война не началась. Зачем же ты это сделала-то? Ты его к Богу не привела. Пострадала. А теперь он тебя просто головой уже заталкивает, куда ты не хотела смотреть. Я думаю, первое, что ты должна сделать у него, попросить прощения. Второе, дать ему деньги, сколько есть, умножь это в четыре раза, сколько стоит, что потеряно. А остальное не проси у него вернуть. Приобретай новое, а он вернет тогда в это. Вот такой тебе путь. Я благодарю. Это так и сделаю. Не откладывай никуда. Прямо скажи, я виновата была, хотела лучше сделать. Потому что, если карты там играют, это там волшебство, сатанинская сила. Но я не рассчитала такие силы-то. Там сильная полчища демонов поднялась. Можешь это уже не говорить, для себя знай. Так, пойди этим путем, потому что у него силы. Идешь против 20 тысяч, Господь говорит, заранее посылай посольство и проси прощения, как сегодня Украина. Задыбилась, а теперь не знает, что делать. Тут большая разница. Наш президент сказал, говорит, не забывайте, мы ядерная держава. И все, селимся на задницу. А то начали издеваться над ним. Молиться надо крепко. И не надо делать. Вот он, пост. Пост, и скажи, мясо я варить не буду. Я прощищу картошку, сделаю, что надо. А мясо сам своей рукой опусти. Тут я твердо стою. Я не могу делать. Не желаю того, что тебе не желаешь. Готовь ему. А остальное он купит. Скажет, а вот, чтобы суп был там, мясной котлеты, котлеты нет. А мясо можешь сам положить. А остальное я заготовлю, что нужно для этого. Там крупы насыпать. Ну, маленько-то по уму делать. Вы же патриоты. Одна мне на занятия приходила и говорит, вот у меня сестра пустила меня, она баптистка, и пустила меня к себе на квартиру. Но сказала, иконы не ставь, потому что ко мне приходят мои единоверцы, и буду думать, что я. Но она... Я, говорит, у нее когда стало жить, сразу иконы поставила на подоконник. А теперь она меня выгоняет. Ну, я вас... Вы договор составили. Виновата ты. А где теперь? На вокзале. Вот на вокзале ставь на подоконник иконы. Все. Сестра баптистка правее. Она тебя приняла. Ты условия подписала. А теперь белый флаг уже на земле валяется. А она тебе не прощает. Зачем вы лезете на конфликты? Перетерпеть это легче. Легче. Я вот знаю, он противник, он много говорит неправды. Я вообще ни слова не говорю. Любое слово, он безграмотный. Он выворачивает на тебя, как Достоевский говорит. Хочешь совершить большее зло, уесть, как говорят. То, что знаешь, за ним. Делай, говори, что это ты виноват. За собой знаешь. Передай, что ему. Если ты в грехе живешь, обвиняй его в этом. Ему будет больно. Вот так сатана делает. Отойди от него. Молись за него крепко. Крепко. Потому что ты же вышла, ты не по навету какому-то. Ты же любила его, вышла замуж-то. Припомни эти первые дни. Вот она, муж говорит, она мне говорит, уже я вижу, она такая. Ну и решил развестись с ней-то. Она говорит, я не против. Но только выполни мою одну просьбу. Пожалуйста. Вот когда мы сегодня придем, там пойдем в гости сходим. И ты меня, я на четвертом этаже живу. Ты меня на руках занеси, как первый день свадьбы было когда. И мне больше от тебя ничего не надо. Он говорит, свободно. Когда он взял на руки, он понял, что в ней половина нет. А на четвертой стадии рака доболевает. И он тут же у кровати поверхности заплакал. Что ж я делаю? Так будь внимательной, любовь. Тебе имя-то какое дано. Ты любовью все покрывай. Так вот, имя-то дано такое, я как не знаю. Но опять же, ты ревность перед Богом, ты не виновата. Не виновата. Потому что святые пробирались в капище, идолов уничтожали. А после их казнили за это. И церковь их не осуждает. Ты сделала правильно, но силы не рассчитала. Ты плохо его знала. Ему и не нужны эти карты. Но сатана его мучает. Теперь вывернуть надо на прежнее. Вот как, говорю. Не считай, что он полностью не прав. Ты тоже захватила вины, будь здоровы. До самой макушки. Ну давай, миленькая, поступай как... Ну все. Спаси Христос, благодарю. Спаси Христос, учись плакать. И не упрекай ничем никогда. Не упрекай. Для мужчины это слишком унизительно. Женщина вышла замуж, зато он говорит, превратись в камень. Учить жене не позволяю, не властвовать над мужем. Считай послание к Тимопею. Не властвовать над мужем. А вот и стала властвовать. Учить жене не позволяю, говорит она. Говорит Слово Божие. Учить не позволяет. А ты перелезла через эту грань, и поэтому насыпляла на себя репья, так как шелудеевая собака. Я вот эти слова без слов приобретаема. Вот пытаюсь их прям себе запомнить. Без слов приобретаема. Ну все равно улажено. Ну ты понимаешь, что учить не позволяю, но быть безмолвие. Ты перешагнула границу и стала начальником. Ну кто он? Я даже не знаю. Атаман в юбке. Ну все, Люба. Все, отошел я. Никого больше нет. Все. Благодарю, Глеб Тихонович. Аллилуйя. Девора, береги себя. Лер, и кое-куда не влазь. Рассчитывай свои силы. Потому что на тебя многое возложено, и Бог будет спрашивать. Тебе талант дан. Так что сказали, на другой даче что-то сделать. Самопой песни, как будто ни во что. Ты же сильная такая. С Богом. У меня вся неделя будет уборка дачи, Гнать Тихонович. Прекрасно. Потому что дачный сезон, а там природа, от города, птицы поют. Я там видео сняла. Вот так. Там пришли, посмотрите. Ты мне только всех перебери, которые были. Еще раз составь. Как отчество, там, до замужества. Имя было какое, фамилия. И все Вячеславу передай. Потому что в последнем тому все будут помянуты. Хорошо, Гнать Тихонович? Да. Ну, и для меня, у кого кто взял, не вернул. Хотя бы они их докончили проверять. Из видео в ворд переводят. Потому что не все вернулись. Ну, и сейчас помаленьку выкидывают некоторые. Но надо до конца работать, выбрать. Это наш штурм. Я работаю. Я с Божьей помощью каждый вечер сажусь и смотрю. Списки сверяю. Хорошо. Ну, с Богом. Я отошел тогда. С Богом. Конец. Отлично. Продолжение следует...